В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 1 по 3. По мысли блаженного Иеронима Стридонского ученики обращаются ко Христу с вопросом, так как они видели, что за Петра и Господа отдано одинаковая подать, и вследствие равенства платы подумали, что Петр превознесен над всеми апостолами, ведь при взносе подати он сравнен с Господом. Поэтому-то они и спрашивают, кто больший в Царстве Небесном? Указывая на образ дитя, святитель Иоанн Златоуст говорит, «Божественный учитель хотел показать, что надо быть ниже всех, и представил прекрасный пример этому». Сделал же он это, по словам блаженного Феофилакта Болгарского, чтобы удержать учеников от страсти честолюбия. Об эпизоде с призванием дитя рассказывает и апостол Матфей, и апостол Лука, а апостол Марк прибавляет и другие подробности. Это было в Капернауме. Согласно евангелисту Матфею, ученики обратились как бы с абстрактным вопросом, словно бы интересовались исключительно по любви к познанию тайн Царства Небесного. Но от сердцеведца не утаились их низменные мотивы. Он спросил, «О чем вы спорили на пути?» И ученики в стыде умолчали. Ведь на пути они поддались зависти и тщеславию и пререкались между собой, выясняя, кто достоин занять более высокое положение в Царстве Мессии. Да, еще много времени пройдет до того, как они очистятся от закваски фарисейской и саддукейской. Общество Ветхого Израиля было очень неоднородным по правовому положению. Еще законом Моисея установлены особые права для левитов. Только они могли исполнять служение при Скинии, а еще большие привилегии принадлежали роду Аарона. Только из него происходили священники и первосвященники, имевшие право приносить жертвы и есть особые святыни. С течением времени появлялись новые сословия Нефинеи, потомки храмовых слуг времен Иисуса Новина, и рабы Соломона, потомки ханаанского населения, на которое Соломон наложил оброк. Ко времени Иисуса Христа сословное неравенство стало для многих групп населения больным вопросом. К новым аристократическим кругам невозможно было примкнуть даже разбогатев. А выделенная Богом элита общества, первосвященники, которые и сформировали саддукейскую ересь, забыли о подобающей Ихсану высочайшей ответственности, оставив за собой лишь привилегии. Богатство надмило их, и они высокомерно смотрели на всех остальных. В противоположностям выделилось движение фарисеев, которые первоначально были ближе к народу. В отличие от саддукеев, они ждали Мессии, но были уверены, что за свое благочестие Мессия сделает их вельможами в его царстве. И они надмились знанием закона, смотря на несведущих в писаниях и преданиях старцев, как на презренных. И так социальное неравенство раздражало многих израильтян. Горьким было и имущественное неравенство. При Тиберии многие земледельцы и ремесленники нищали, а ростовщики и мытари наоборот наживались. При этом самого привилегированного положения добивались прислужники Рима, те же саддукеи, род Ирода, мытари. В этой атмосфере зависти чающие земного Мессии чаяли и высокого поста в его царстве. О том, кто больше в этом царстве, был написан не один трактат. И эта же закваска фарисейская и саддукейская проникла в среду апостолов. Вероятно, они завидовали Петру, которому Бог обещал, что на его исповедании построит церковь и даст ключи Царства Небесного. Евангелие от Матфея, глава 16, стихи 18-19. Христос решительно приступает к искоренению страсти. Никакое тщеславие не должно руководить апостолами. Ученики должны были являть образ Христа, который пришел не для требования почестей, а для смиренного служения. Но в этот раз Христос приводит им в пример не себя, а ребенка. По преданию этим чадом был священномученик Игнатий Богоносец, оставивший семь посланий, в которых видны его любовь к пастве и попечение о единстве Церкви. Даже будучи епископом, он не позволял себе властного тона, а обращался с кротостью. Вот истинный ребенок Божий, облеченный властью от Бога и возвеличенный как епископ. Святой Игнатий принял кончину от львиных зубов в 107 году. Святые отцы много сказали о восхитительных душевных качествах ребенка, подобающих каждому входящему в Царство Небесное. Нам остается только охарактеризовать внешний социальный статус ребенка. Закон Моисеев охранял жизнь ребенка еще во утробе матери «За ущерб, нанесенный ему, полагалось то же наказание, что и взрослому человеку». Исход, глава 21, стих 23. Однако статус ребенка был ничтожен. В самом деле, какой вес в обществе мог иметь отрок? Он не имел почти никаких прав, ему не могло принадлежать имущество. Он всецело зависел от воли родителей, их любовь, все, что он мог иметь. Даже в иудейском обществе случались ужасные случаи, когда родители могли просто выбросить девочку из дома. Что уж говорить о языческих обществах, где отец владел правом жизни и смерти сыновей и дочерей. Поистине, высочайшее смирение необходимо было для того, чтобы войти в такое положение, в котором нелепо и думать о господстве над кем-либо. Мирское мудрование говорит, «Силен духом тот, кто строит карьеру, кто доминирует над людьми, кто уверен в своих силах». А мудрость, сходящая с неба, говорит, «Будьте как дети! Ваш Отец Всевышний, послужим Ему усердно в вашей должности, приложим всю силу воли, весь ум и всю крепость тела, все таланты, чтобы по искренней любви исполнить Его веление, и будем укреплены, обретем величие в очах Бога праведного, а не рабов, маммоны. Осознаем, что как ребенок без родителей, так и человек без Бога не может творить ничего, и все сможем в укрепляющем Христе Иисусе». Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...